Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что необходимо предпринять для того, чтобы получить очищение И вы знаете, честно говоря, до этого года я вопросом чистоты и нечистоты не придавал особого значения Потому что считал, что это все относится до плоти, это времен тех, как бы сейчас нас это не касается Это все перешло в сферу духа Но вы знаете, когда я в этом году читал вот эти вот недельные главы У меня возник ряд вопросов, на которые я захотел таки получить ответы Ну вот момент первый Мы знаем, что есть кошерная и некошерная пища, да, кошерные и некошерные животные Животных, которые являются нечистыми и запрещенными в пищу В Торе написано, не оскверняйте душ ваших Это первый момент, который меня заставил задуматься над тем, что вопросы чистоты и нечистоты Относятся все-таки не только до тела, но и до души тоже И я начал более внимательно исследовать эти вопросы И вы знаете, для себя открыл много интересного А сегодня утром я вообще так более плотно сел И Новый Завет прошелся вот так вот по тем местам, где говорится о нечистоте Где говорится о прокаженных и где говорится об осквернении И вы знаете, оказывается, эта тема весьма актуальна И для новозаветних верующих, и апостолы в своих посланиях очень часто поднимали эти вопросы И это касалось действительно духовных сфер Но в то же самое время оно, ну, как бы, ну, безусловно, апостолы, они жили теми откровениями Которые были даны в Торе, в Танахе, да Значит, и то, что они писали, оно вытекало оттуда И, значит, сегодня я хочу дать очень краткий обзор этого вопроса То есть, ну, он на самом деле, то, что я сегодня смогу сказать Оно не затрагивает даже десятой части того Что на эту тему можно было бы узнать из писаний Почерпнуть для себя именно практических каких-то вещей Значит, для начала я бы хотел сказать следующее Значит, ну, поскольку речь идет о проказе Значит, иудаизм, устная Тора, скажем так, Талмуд утверждает, что проказа – это есть наказание за злоречие И, если тут более конкретно, значит, устная Тора разъясняет, что описываемая болезнь была специфическим явлением Специфическим наказанием, наказанием за грех злословия Рамбам посвятил вопросу о проказе целый раздел своей книги «Яд Хазака» Он пишет нам, что поначалу проказа поражала именно стены того жилища, в котором жил распространитель злобных слухов Если этот человек не вразумлялся и продолжал злословить, тогда проказа распространялась на кожные изделия, хранящиеся в его доме Если же он и тогда не одумывался, то язвы начинали поражать его одежду И уже только под конец его собственную кожу То есть, смотрите, какой интересный момент Сначала наружное, причем самое дальнее, а потом все ближе, ближе, ближе к телу Интересно, что Тора описывает это все в прямо противоположном порядке Она сначала указывает нам на источник, на действительный источник проказы Это говорит устная Тора Что же говорит Тора письменная? То есть, мы понимаем, что Тора устная, если она не подтверждена Торой письменной То, в принципе, к этому уже должно быть немножко другое отношение Но если то, что утверждают Тора письменная и Тора устная единогласно То мы должны все-таки прислушиваться к этому Есть ли основания у еврейских комментаторов делать такой вывод Что проказы являются наказанием за злоречие Вспомним первый случай, который упоминается вот в совокупности Помните историю, когда Мирием сестра Маше начала роптать на него? И Господь поразил ее проказой Именно за ее злословие, за ее злоречие Есть другое интересное место Это Псалом 49, с 16 по 23 стих Грешнику же говорит Бог Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои А сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься Уста твои открываешь на злословие Язык твой сплетает коварство Сидишь и говоришь на брата твоего На сына матери твоей клевещешь Ты это делал, и я молчал Ты подумал, что я такой же, как ты Изобличу тебя и предоставлю пред глаза твои грехи твои То есть, другими словами, сделаю твои грехи для тебя очевидными То есть, это не просто, что там кто-то что-то С кем-то что-то происходит Для человека становится явным и понятным Что то, что с ним произошло То, что видно теперь его глазам Это и есть результат его грехов Значит, уразумейте это, забывающие Бога Дабы я не восхитил и не будет избавляющего Кто приносит в жертву хвалу То есть, прямо противоположное злоречию и злословию Тот чтит меня Кто наблюдает за путем своим Тому я явлю спасение Божье Я вижу, что этот стих, он напрямую связан с тем, о чем мы говорим Что Новый Завет говорит по этому поводу 1 Фессалоникийцам 4.7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости То есть, здесь явно указывается, что антиподом святости является нечистота Соответственно, наоборот То есть, мы либо святы, либо мы нечисты Дальше Титул 1.15 Для чистых все чисто А для оскверненных и неверных нет ничего чистого Но осквернены их ум и совесть И тут мы ясно видим, что Когда Новый Завет говорит о чистоте или нечистоте То здесь опять же идет речь либо о святости, либо об оскверненности ума и совести Что находится внутри человека Теперь давайте вспомним Что же говорил Ишуа Значит, это у нас место Марка, 7 глава, с 14 по 23 стих И призвав весь народ, говорил им Слушайте меня все и разумеете Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его Но что исходит из него, то оскверняет человека Если кто имеет уши, слышит, да слышит Это он сказал народу, ученикам стало непонятно И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее, не может осквернить его? Другими словами, если вокруг нас происходит какое-то зло Или мы находимся в среде зла Нас это осквернить не может Но! Потому что не в сердце его входит, а в чрево Выходит вон, чем очищается всякая пища Далее сказал, исходящее из человека Оскверняет человека Ибо из внутрь, из сердца человеческого Исходят злые помыслы Прелюбодеяния, любодеяния, убийства Кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства Завистливое око, богохульство, гордость, безумство Все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека То есть оскверниться мы можем только сами По своей собственной воле Выбирая делать все эти непотребства, перечисленные здесь Значит, далее По поводу того, как же опять-таки связана нечистота и наша речь Якова 3.6 И язык огонь Прекраса неправды Язык в таком положении находится между членами нашими Что оскверняет все тело И воспаляет круг жизни Будучи сам воспаляем от гиены Это место указывает на то, что мы своими устами Можем осквернять себя и свои тела Далее, Евреям 12 глава 14-15 стих Старайтесь иметь мир со всеми и святость Без которой никто не увидит Господа То есть, если мы не будем святыми Так, как Он заповедал нам Мы Его не увидим Пусть никто не обольщается Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией То есть, Ее можно лишиться Чтобы какой горький корень возникнув Не причинил вреда И чтобы им не осквернились многие То есть, если у человека внутри имеется какой-то горький корень Этот горький корень может осквернить еще и окружающих И еще есть один интересный момент На который раньше я никогда не обращал внимания Тоже история из Евангелия Марка 1 глава 40-45 Приходит к нему, то есть к Ишо, прокаженный И умоляя его и падая перед ним на колени Говорит ему Если хочешь, можешь меня очистить То есть, он прокаженный И это явно и для него, и для всех окружающих И если сделать вывод из вышеперечисленного Что проказа является результатом злоречия Когда мы не следим за своим языком Очень интересная история Ишо, умилосердившись над ним Простер руку, коснулся его И сказал ему Хочу очистись То есть, воля Божья в том, чтобы мы действительно были чисты И чтобы управление своим собственным языком Своим речевым аппаратом Служило инструментом к тому, чтобы мы хранили себя в чистоте Что же происходит дальше После сего слова проказа тотчас сошла с него И он стал чист И посмотрев на него строго То есть, смотрите, Ишо смотрит на этого человека строго Значит, тотчас отослал его И сказал ему Смотри, никому ничего не говори То есть, видите, пришло очищение И он предупреждает Следи за своим языком Никому ничего не говори Но пойди Покажись священнику И принеси за очищение твое Что повелел Маше во свидетельство им А он, выйдя Начал провозглашать и рассказывать о произошедшем Так что Ишо не мог уже войти в город Но находился вне В местах пустынных И приходили к нему отовсюду То есть, обратите внимание Человек получил прощение своего греха Получил очищение А потом пошел и начал делать то же Что делал до этого При том, что был предупрежден Как вы думаете, что с ним дальше произошло? Новый Завет об этом не говорит Но можно предполагать, что проказа к нему вернулась И он задавался вопросом, почему же? То есть, из всего этого можно сделать очень полезный для себя вывод Что вопросы чистоты и нечистоты Это не есть нечто далекое в истории от нас И нас абсолютно не касающееся На самом деле, если мы внимательно читаем Тору Анализируем прочитанное Размышляем, сопоставляем с тем Что говорит нам Новый Завет По тем же вопросам Мы можем для себя извлечь Очень практичные, очень конкретные уроки И приняв к сведению Поступать именно так, как говорит Тора А не так, как сделал вот этот вот человек Который получил очищение И потом пошел дальше Говорить своим языком то Что Ишо ему запретил делать Спасибо за внимание На сегодня все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok